Малейкум, вот она наша газелька. Пойдем заведем, холодный пуск. Уже лифт загрузили мне, потому что мне сильно надо рано выехать. Сегодня еду короче на Лауберис, посмотрим как там это все ни разу там не было. Не знаю сколько там простою, надеюсь все тип-топ будет. Не понял. Я уж испугался, но история повторяется. Я загрузился, сейчас выезжать буду. Немного загрузили в принципе, даже пол машины можно сказать нет. Сейчас это в Москву, на нашу базу отвожу, выгружают, а меня Валберис загружают и везу Валберис. Посмотрим как там это все будет. Полтора километра домка да все, приостановились немного. Еще мне позвонили из московского офиса, сейчас и сказали, что мне еще куда-то влюблено ехать. Потом только Валберис, который в Подольске. В общем, куролесить будем сегодня по Москве. Домой вернемся ночью. Так, давайте посмотрим. Все красное. Пробка 12 минут, два с половиной километра. Почему два с половиной, если у меня съезд через полтора? А, ну потому что по МКАДу еще, на начало МКАДа тоже пробка. Ну окей, стоим. А МКАД зато весь зеленый. Это уже радует. Почуть-почуть на МКАД выбрался, тут тоже толкаемся-толкаемся. Ну дальше должен быть зеленый, так что сейчас чуть-чуть и все, поедем. Проехал я поворот свой случайно с МКАДа съезд. Еду 8 километров еще вперед, но вроде там даже по навигатору что 5 минут быстрее. Но я там не знаю, ездил, не ездил. А тут поворот проскочил, перепутал. Зачиливаю. На московский склад наш. Сейчас Типок допишет номер мой. Пойду на склад спущусь. Надеюсь, лифт здесь. Чтоб охотать и не пришлось. Наш чудо-лифт. Блин, что-то окошко не горит, походу лифта нету. Ёпт твоя моя, придется в обход идти. Пробедимся, да? По снегу, по мокрому. Выплыл из офиса, зарядки тут передали и бумажку, как на Валберсе ехать. И еще хотели в одно место напрячь, но там три палета и они мне не влезут, поэтому я не поеду. У меня прокатило на Валберсе. Говорят, как повезет. Можно встрять, можно нет. Сейчас попозже расскажу, какая там схема разгрузки. Там тоже не все так просто. Будем разбираться. Ну что, обломчик. Стою на складе. Решаю. Сейчас, наверное, повезу. Все-таки этот заказ. Потом вернусь сюда. Загружу Валберес, поеду на Валберес. А этот заказ еще не готов, потому что они еще ждут другую машину, которая должна привезти сюда, чтобы доложить. Бля, новости так себе. Уже чуть-чуть бы и свалил отсюда, но... Вот так вот поменялось все. Эти лестницы неуверенные. В общем, застряло, блядь, тут в Москве. До ночи, походу. Вот это все сейчас надо отвезти куда-то. Не знаю, что это за контора, блядь. Там вроде это долго выгружаю по одной коробочке. Сканируют. А потом возвращаюсь, загружаю Валберес и еду только на Валберес. Не повезло мне сегодня. Маршрут построил, уехать 18 минут, 6 километров. По московским меркам это, конечно, вообще ерунда. Но смысл не в расстоянии, а смысл в том, что у меня выгружать три палета. Это много. И, как мне сказали, там по коробочке выгружают. То есть, каждую коробку сканируют. Короче, я не знаю, как там все будет происходить. Ни разу там не было. Сейчас поедем разберемся. Да, подошел, спросил. Оказалось, это вот эти вагоны. Но надо подъехать сначала к бумаге. Оформить они, сказать, туда, вокруг вагонов. А потом куда-то, видимо, в какой-то вагон меня будут грузить. В какой, не знаю, блин. Бля, я тут стрял, короче, походу, надолго. Охренеть, да? Прямо поезда сразу грузят в поезд и отправляют в синий вагончик. Я в вагончике, наверное, полчаса точно простоял. В общем, заявку не сделали. Стою как дурак, нихера не понимаю. Получатель в итоге вообще другой какой-то оказался. Туда-сюда в итоге разобрались. Уже время прошло, хер знает сколько. И вот сейчас еду только выгружаться. Не знаю, сколько это по времени зайдет выгрузка. 49-й вагон надо найти, он сказал по той стороне. Ебать, меня тут в Москве озадачили сегодня просто в шоке. И по ходу дела выгружаться вручную самому. Где тут написано, какой вагон? Нихера не подписано, блядь. Как его искать, непонятно, блядь. 49-й. Нихера не написано, 49-й, блядь, или какой. Все, я нашел этот вагон. Спросил у мужиков. Ну, дело в том, что тут очередь японистическая. Два грузовика, две газели. Сейчас стану в очередь. Сюда как-нибудь воткнусь. Вот эта газель, за ним там еще вдалеке стоит. Ну и вот эти два грузовика. Вот так вот вагон они грузят. Потом только я. Короче, долго у меня тут еще стоит. Так, я подъехал к первому вагону. Нас перекинули. Сказали, едьте сюда, будьте тут выгружаться. Потому что там затор большой. Но тут вот фура одна осталась. После нее я, вон чувак там на портере. И за мной газель уже приехала. Выгрузили быстренько довольно-таки. Я, блядь, в очередях просидел больше. Сейчас еду опять в эту коморку. Там бумаги вроде забрать надо. И походу все здесь. Дубль два. Только при первом дубле я мог уже быть в Туле, блядь, без пробок. А при втором я буду стоять сейчас плотно на МКАДе. Закинули мне два палета быстро. Еще вот они, коробки. Вот эти коробки везу в Тулу. А сзади только два палета. В общем, смысл в том, что на Валберес, когда заезжаешь, обратно нельзя выезжать уже с товаром. Ну, с какими-то коробками сзади. Поэтому вот эти коробки я загрузил в кабину. Сейчас и остановлюсь, чуть-чуть их поправлю. А когда Валберс выгрузился, и ты выезжать должен пустое. Там ничего у тебя оставаться не должно. Вот такие правила. Поэтому эти коробки у меня здесь будут ехать со мной. Но потом могу переложить, конечно. Сразу в пробку встала. Пробка на 16 минут 2 километра. Сколько сейчас время? Время половина седьмого. И я буду только в 16 минут. Но это пока... На один более быстрый маршрут. Да, на 5 минут. Спасибо, не надо. Короче, в 20 минут 9-го я буду только в Подольске. Уже час, наверное, толкаюсь по МКАДу. Сейчас движение еще немного движется. Ну сколько, 20 километров в час, 15 еду. До этого вообще-то километров 5 тащились. Наконец-таки я с МКАД съезжаю. Уже заехал на кольцо. Но я что-то смотрю, мне вот туда ехать. А там на трассе тоже стоит все почему-то. Не пойму только почему. Вроде должно быть свободно. Так себе у меня поездочка сегодня вышла. Ну зато красота, да? Ночная Москва всегда красива. Такая пробка тут небольшая. Там авария. Хотя на карте вообще две аварии показаны. Тут одна и дальше одна. Даже скорая стоит. Через экзометр съезд. Поверьте номер. О, ни хера себе. Жопа в смысле нормальная. В общем, вон мужик ходит, охранник или кто-то не знает. Я у него спросил. Он сказал, что, ну, твой номер может тут еще и не быть. Потому что это очередь. Поэтому стой, жди, смотри номера. А я, честно говоря, издалека плохо вижу. Надеюсь, не пропущу. Сейчас будем смотреть. Отсюда, наверное, не видно. В общем, я появился. Вот 480 номер в очереди. Уже вверх поднялся самый. И дальше, видимо, должен появиться на вот этой строке разгрузка ворота. И будет написано, какие ворота. И туда наверх подъезжать. Я думаю, так. Хотя машины, которые со мной в очередь стоят, вроде табло идет, а они все стоят. Не знаю, может, в каждой ворота по разному очередь идет. По скорости. У кого-то там продукты, у кого-то там еще какие-то товары. А время уже 9 вечера. Приеду я, наверное, ночью. Ну, не наверное, а точно ночью. Потом мне надо в 7 утра вставать, чтобы в 8 выйти и в 9 приехать на работу. И ехать белёк за пюре. Вот теперь из строки очередь я пропал. А разгрузка ворота, где меня тоже нет. Я еще ближе подошел. Посолен на всякий случай. У нас что-то рябит уже в глазах. Не видно ни хрена. Там меня тоже нет. Короче, блядь. Недоразвитые валберы. Придумали хуйню. Хоть табло побольше делали. Еще труба внизу идет и переграждает две строчки. Там вообще не видно. И фуры вот эти становятся. За ними тоже плохо видно становится. Короче, вообще, блядь. Хуйню придумали. Нормально по-человечески сделать не могли. Прошел уже 2 часа примерно. Я все еще в очереди сижу. Ни хрена не изменилось. Мне кажется, они все спят, блин. Хотя вон там курилка и там постоянно толпа трется. Мне кажется, они на работу покурить приходят только. 15 минут первого. Какая-то нездоровая херня творится. Народу уже понаехало. Машин до хера. И мы все стоим. Что-то вообще не движется. Я не знаю. Может там у них... Хотел бы сказать, может быть, у них на производстве что-то произошло. Станок остановился. Но это не производство, это склад. Не знаю почему, но стоим охренеть как долго. Первый час. Я уже просто с ума схожу здесь, честно говоря. Мужик подошел, тоже он там ждет. Говорит, ты первый раз здесь или какой? Я говорю, да. Он говорит, я второй раз. Говорит, первый раз приезжал, минут 20 стоял. А сейчас, говорит, тоже уже часа 20 стою. Глядь, это вообще что-то нереальное. Не понимаю, с чем это связано. Время 15 минут третьего. Я все еще стою, жду в свою очередь. И тут со мной мужики за мной приезжали, так же стоят. Какая-то херня, вообще непонятно. Я вот смотрю на это табло. У меня... Я даже ничего не вижу. У меня в глазах просто охеревают. Это просто пиздец какой-то. По-другому не назовешь. Уже четвертый час. Короче, мужик подошел, говорит, идите к охраннику сходите. И он вам скажет. Мы подошли, он говорит, идите так к воротам, постучитесь. И вам типа может откроют. Хер кто открывает, блядь. Да, блядь, ебатория. Это полная ебатня. Позвонил начальнице, он говорит, ого, а ты не спал, блядь? Говорит, езжай в Тулу. А потом, блядь, вернешься в Москву днем. Решим, блядь, вернешься. Я говорю, да мне делать нехуй вечером в Москву в пятницу ехать. У меня свои дела есть, блядь. Подошел чувак, там нормальный, блядь, объяснил. Говорит, вот я тебе пикую, говорит, ворота. Я не могу тебя принять, потому что у меня вот другая машина показывает. Говорит, съези к охраннику, спрати на въезде которой. Или, говорит, попробуй перезаехать. Заедь и выйди за мной. Типа, может быть, получится. Сейчас подойду к охраннику, спрашиваю, блядь. Если что, перезаеду. Так, я выезжаю. Короче, пиздец, зря простоял все это время, оказывается. Даже ночью на трассе умудрился пробку стрелять. Одни фуры едут. Наверное, ремонт дороги. Дорога сужается. Ну, да. Кадивак вклинивается. Походу, мне тоже придется. Блядь. Короче, возвращаюсь в Тулу. Стал в пробке опять. Завтра не знаю, что будет. Надеюсь, я никуда не поеду, блядь. Я устал. Разговаривать сил нет. Поэтому поставьте мне лайк в поддержку. Всем удачи. И на Валберес не ездите. Удачи. Удачи.